Ну мы уже здоровались, но нам не стоит еще раз повторить. Здравствуйте! Привет, Нелоси! Мы у вас в гостях. Ваша правая Икея приперлась в Сибирь. И все благодаря Сайбериан Вэмнесс. Если бы не Сайбериан Вэмнесс, нас бы здесь не было. Ребят, интерьеров на самом деле в Новосибирске очень много. Мне так и норовит сказать, где Нижний Новгород, наверное, потому что буквально, да. На самом деле интерьеров много, но какую отличительную особенность увидела я профессиональным взглядом. А, кстати, кто с нами не знаком? Ой, ты темноте. Задейте на свет. О, да. А вы так там удобно было стоять? Итак, кто с нами не знаком, мы являемся действующими предпринимателями. У нас своя служба доставки товаров в Икея, Матерь Божья, в городе Саранск. И уже почти 4 года мы ведем для вас этот YouTube-канал, делимся с вами нашей экспертной информацией, теми наработками, которые возникли. Так вот, что же я, как эксперт в этой области, для себя обратила внимание? Что это настоящие, живые интерьеры, в которых продуманы мелочи. Вот сейчас мы с вами находимся... Квадратура где прописана? Я не нашел такой информации. Ну, примерно так, квадратов 30 здесь. Это салон красоты, это студия красоты, ну, может быть, чуть больше, но, к сожалению, нет. Увы, размеров нет, найдем, увидим. Значит, создавался данный интерьер дизайнером из Новосибирска Пичугиной Оксаной под определенного клиента, под салон красоты, где должно работать сразу 4 мастера. Два мастера ногтевого сервиса, один парикмахер, либо, ну, визажист-стилист, как удобно, и зона как раз для визажиста. То есть 4 локации внутри одного помещения. Ребят, полностью все сделано в Икее. Кстати, очень многие владельцы салонов считают, что нет, нужно профессиональное оборудование, которое стоит бешеных денег. Сейчас я вам это все опровергну, потому что вот реально, вленно сделано. Давайте смотреть. Итак, здесь у нас пресловутая стена, визуализируем, здесь дверь, это мини-ресепшн, здесь стоит стол, на котором расположены сразу какие-то моменты информационные, место для чистых перчаток, масок, это сейчас актуально. Пожалуйста, сюда ставится планшет, куда можно записаться к мастеру. То есть такие вот, да, вещи, которые, в принципе, нужны. Сюда же и терминал оплаты онлайн-кассы тоже сюда можно положить. И емкости под грязные использованные маски и перчатки. Сразу проходим дальше, нисколько не теряя места, здесь стоит система Обхоз Санидаль. Что она делает? Здесь у нас фактически зона ожидания, понятно, здесь это можно сделать более красиво, то есть чай и кофе, либо сюда кофе-машина ставится, где клиент может налить сам себе воды, ему не нужно кого-то ждать, сделать себе чай и кофе. Если мы здесь подписываем шкафчик, что, например, здесь чай, здесь какие-то вещи для клиентов, это подписывается, человек заглядывает. Если это не подписано, это логично, что вот, да, смотри, здесь сложена вся посуда, все, что для хранения здесь есть. Ну и дальше уже по разумению. В лотках Варьера и в серии Кудис очень удобно хранить всевозможные парикмахерские и прочие приблуды. Главное, чтобы это было подписано. Здесь же место, чтобы раздеться. Смотрите, по факту, для четырех человек, даже с учетом мастеров, если полная, да, будет загрузка, но что вряд ли обычно, людей все-таки распределяют, чтобы была равномерная нагрузка на салон, здесь спокойно можно раздеться. Плюс здесь у нас место для хранения каких-то расходников, документов, и это все спрятано, этого не видно. Дальше мы проходим, у нас зеленая зона, у нас локация с диваном, где может спокойно вместиться два человека, и еще один. Тебе, как мужчине, это непонятно зачем, но пойдем, я тебе хочу кое-что показать. Очень часто мастера не знают, куда приткнуться с клиентом, чтобы сфотографировать, например, руку. Наведи, пожалуйста, камеру близко на мою руку, как бы ты, например, с нее фотографировал. То есть сделали новые накоточки, пожалуйста, на фоне красивой из зеленой стены сделали фотографии. При этом это видно живую руку, сюда можно взять любой предмет, это дает определенный стиль, особенно когда салон, например, ведет в соцсети. Плавно перетекаем дальше. Вот здесь, как я понимаю, подразумевалась вживую либо, возможно, дверь, потому что нет помывочной. Если мы говорим про стрижку, должна быть еще помывочная зона. Понятно, здесь ее не разместишь, здесь место зоны ожидания. Дальше здесь именно стол для визажиста. Удобно по высоте, дополнительные лампы. Здесь у нас из линейки Экит все расходники, все, что удобно, все, что нужно. Ну и, соответственно, то, что в процессе работы возникает. Здесь у нас убирается, опять же, серия Экит применена для всевозможных, например, красок, окрашивающих средств. Ну, понятно, это микросалон, да, то есть на небольшую проходимость. Дима, аккуратно, не убейся. Пойдем дальше. Здесь у нас зона для парикмахера. Тележка грундаль, о чем я уже говорила, очень удобно. Вот здесь индивидуально под мастера все сложить, она легко перемещается. Кресло, кстати, 18 квадратов в помещении. 18 квадратов всего так уместили. Здесь, соответственно, вот эта вот очень полка удобно для хранения фенов. Я боюсь рюкзаком просто нести либо расчесок. Удобно клиенту, нет вот этой разграничивающей поверхности. Две витрины, куда складываются расходники, складываются какие-то товарные остатки. То, что реализуется для клиента. Иди сюда, смотри, еще как классно сделано. Взят отвесной карман, секция, куда можно, опять же, ножницы, расчески, какие-то плойки, укладочные средства, все это сложить. Здесь у нас под мусор, под грязь и плавно переходим. Смотри, как удобно сделали стуль, столы. Беста. Ну, понятно, по высоте стуль я бы все-таки поставила регулировка, потому что все по высоте мы разные. Мне, например, высоко. Ну, неудобно. Здесь, опять же, у мастера все расходники. Сюда хорошо умещается лампа. Единственное, что меня смущает, что я считаю недоработкой. То есть, нет пылесоса. Либо этот пылесос, он ставится, и он вот, да, стационарный, не врезной. Такие тоже имеют место быть. Я к своему мастеру хожу, у нее нестационарный пылесос. То есть, где она подставка, где она пилит, и все туда уходит. Дим, два кармана. Я уж тебя не буду сюда загонять. Вот карман стекат, куда тоже разложены всевозможные расходники и прочие штучки. Очень удобны по факту две зоны. Ну, вот для меня, я считаю, что для двух мастеров здесь тесно. Либо мастера работают поочередно и просто у каждого свое рабочее место. Потому что, если вот здесь будет сидеть клиент и мастер одновременно, они будут соприкасаться, им будет неудобно. То есть, в данном салоне, назовем его так, может быть максимум работать сразу три специалиста. Не больше. Даже логичнее два. Почему? Визажист красит клиента, бегает вокруг и около. То есть, по факту, нужно посадить сюда. Здесь понятно, мастер может выйти. Ну, и вот здесь мастеру есть место. То есть, четверую здесь уже тесновато. Поэтому вот эти моменты тоже. Нас предупреждали, что когда мы сказали, что у нас единственный день воскресенья, когда мы в Новосибирске, чтобы снять, ну, ничего страшного. В общем, вот эти моменты, пожалуйста, учитывайте. Но интерьер живой, интерьер настоящий и имеет место быть очень лаконично реализован с учетом всех моментов, которые могут возникнуть именно, когда мы говорим про создание салона красоты. Сейчас мы переместимся еще в один интерьер. Подождем, остановись, ты упадешь. Вот. Переместимся еще в один интерьер, не менее интересный и по такому же принципу спроектированным дизайнером для живой компании. Так, мы с вами еще в одном интерьере. Он создавался под запрос определенной семьи. Здесь 12,5 квадратов. То есть, кухня должна была выполнять сразу несколько функций. Это непосредственно кухня, это место приема пищи, приготовления пищи и место для хранения всевозможных красивых вещей. Ну, понятно, Икея поставила свои, у хозяйки были изначально другие планы. То есть, такая, знаете, кухня-гостиная, но без диванной зоны. А семья из двух человек, пока без ребенка. Впоследствии, когда появится ребенок, в планах просто вот это переместить и поставить, допустим, стол. Ну, как бы это, да, такое варьируемое. В чем уникальность интерьера? Во-первых, сочетание. Здесь, на самом деле, всего два цвета. Белое полностью. Ну, я про основные цвета, без учета там, да, и краников и прочего. Ну, по факту, три получается. Белое, сталь и под. Цвета какой у нас? Ясень, что ли, по-моему, у данной столешницы? Вот. Здесь был запрос такой. Так как 12,5 квадратов, на которые нужно было уместить очень много, это все-таки не так много. Кухня делалась на самый верх, практически под потолок, чтобы сделать максимальное хранение. То есть, хранение разделено, на самом деле, друзья, на две зоны. Первая зона – это то хранение, которое мы используем постоянно, взяли, применили, поставили. И вторая зона хранения, которая идет именно на не ежедневное использование, возможно, даже какие-то стратегические запасы. Здесь же встроена вытяжка. Опять же, да, минимизируем пространство, но при этом имеем вытяжку. Здесь у нас индукционная варочная панель, про которую мы, Билы, вам говорили совершенно недавно, еще в обзорах вы можете это дело посмотреть. Причем, смотрите, здесь интересное решение, на самом деле, духовой шкаф и СВЧ отдельно находятся от варочной поверхности. То есть, под варочную поверхность здесь спрятаны ящики по максимуму, вся посуда, полотенчики, мисочки и так далее. Сейчас мы это закроем. Где предполагает удачную стиральную машинку или посудомойку должно быть? Сейчас посмотрим, что здесь есть. Я сам дизайн проекта не видела. Фальш в панель, да? Нет, не фальш. Здесь посудомойка. И здесь все, что связано с сортировкой, мытьем посуды и прочего. Шкафчики полностью одинаковых размеров, это дает более лаконичность. То есть, и дверцы все, обратите внимание, открываются в одну сторону. Такие ручки не предусматривают кухни. Здесь у нас сушка посуды идет. Поддоны все, помню, все снимаются. Все это очень хорошо сушится. Давай перемещаться дальше. Вот это именно зона, куда изначально предполагалось все красивые вещи. Этот проект можно посмотреть и в квартиротеке на сайте Икеа. То есть, сюда именно вот такие коррекционирования. Человеку нужна эта зона, она жизненно необходима. С помощью икеевских полочек смогли это сделать. В принципе, все вполне в концепте. Дальше из интересных решений, которые объединяют кухну в общей такой красивой моде. Наверху, над шкафами, стоит точно так же столешница. Вот ее, если бы не было, этого изюма не было бы. То есть, вот эти пересечения трех поверхностей. Да, ты можешь уйти. У нас сегодня зрителей очень много в кадре. Сорян, ребята, в другом работать. Ну, никак. Да, у нас это. Если чем... Вы это не видите. Я немножко отвечу, если вы не видите. А за нами тут люди смотрят, как телезрители. Пусть смотрят, ради бога. Мы уже привыкли. Вот чем отличается профессионал от профессионала? Профессионалы, в принципе, без разницы. То есть, вы видите, люди подходят, заходят. Дима не меняет даже положение камеры. Я не меняю интонацию, продолжаю говорить. Если бы это не было, как бы, да, года профессионализма, то получается так, что я бы... Ну, все, мы стоим, мы ждем. Сейчас люди уйдут. Люди постояли, посмотрели, что им надо. Мы мой этот момент снимаем другую локацию. Новосибирцы любопытные. Обожаю. Дальше едем. Здесь у нас два холодильника. Что позволило такое сделать? Да, почему? Обычно мы привыкаем. У нас по факту два, да, огромных... Один холод... Огромный холодоз, который занимает до хрена место. А вот здесь получился очень красивый, интересный модель, который, в принципе, еще используется как верхняя полка. Кто-то звери отодрали, имейте в виду. Не мы. Не мы. Имеет место быть. Значит, здесь у нас холодильник. Здесь у нас глубокие ящики для хранения. Но вот эти... То есть здесь нет морозинки. Ну, блин, бывают такие люди, которые, в принципе, морозильные запасы даже и не хранят, да? Ну, не надо им. Готовая пища или там принесли, приготовили и так далее. У нас дополнительные удобства. Ты знаешь, еще в чем? В холодильнике доступно, как бы, в зоне радиуса руки, как бы, это не надо приседать. Да. Подниматься на безумные лестницы, чтобы достать что-то сверху. В зоне доступа, все. Очень интересное решение. Да, оно подороже. Потому что два холодильника по 25, походу, а 129, а другой... Вообще, кстати, мы с тобой два лохнастких чудовища. Это, вообще-то, холодильник, а вот эта морозилка. То здесь, в принципе, все предусмотрено. Ну, это дороговато еще. Да, это дороговато. Но это решение позволило в 12 квадратах разместить очень-очень много чего обычно не разместить. То есть здесь есть зона для хранения и вся электроботовая Требуха и плюс еще очень красивый остров, который сейчас, слава богу, дизайнеры научились мастырить. Особенно икеевские. Раньше была проблема. Они говорили, что нельзя сделать остров из икеевской кухни. На самом деле, всегда было, мы всегда клиентам помогали это сделать. Здесь дополнительная, назовем ее так, сервантная зона для красивой посуды, стекла и прочего. При этом дверки выбраны не случайно матовые, немножко затемненные. Ну, не всегда идеально. Поэтому, если бы здесь были полностью стеклянные прозрачные дверки, то, скажем так, бардачок было бы видно. А здесь получается, что все скрыто от посторонних глаз, при этом остается легкость и прозрачность именно самой конструкции. Потому что, если бы здесь были глухие двери, то конструкция была бы очень тяжелая. Дальше смотри. Здесь стоят фальш-панели, которые заканчивают образ и остается место под ноги. Поэтому, ребят, вот такая интересная кухня. Мне она безумно понравилась. Я надеюсь, что тот человек, для которого она создавалась, живет и радуется в ней. Ну, от себя отмечу вот эту необычность холодильника. Я такого еще в интерьере, как я и не встречал. И сейчас мы еще покажем один интерьер. Если получится два, но в зависимости от того, сколько людей. Да. Так, друзья, мы с вами снова в одном небольшом помещении. Здесь всего 13 квадратов. Дизайнер нам уже знаком. Это Пичутина Оксана из города Новосибирск. Оксан, прям вот респект. Знаешь, что здесь это и написано. И фактическая история есть, которую мы знаем. Создавался для женщины уже в годах. Красивый, элегантный, но уже не молодой. Она была стюардессой, долгие годы перемещалась. В итоге вот она, да, по факту однокомнатная квартира с кухней. И помещение должно было быть одновременно свободным, легким, лишенным каких-то тяжелых элементов. При этом есть тяга к такой темной, добротной, более классической мебели. И должно быть, вот знаете, очень интересная и спальня, и гостиная, и место, где можно посидеть, почитать, порелаксировать. Я думаю, дизайнеру это удалось, давайте покажем. Во-первых, очень классное сочетание стеновое. Дим, давай покажу сначала стены. Здесь у нас переплетение такого темно-синего. Я даже не знаю, как этот цвет называется, товарищ Стретель. Ну, там он по-любому название. Да, либо вот он именно подобранный колерами с легкими бежевыми, под текстиль, под ткань, стенами. В качестве мебели основной и, в принципе, единственной была взята линейка Hemnes, но она очень классно сочетается Спакс Флисбергет. Я про это говорила много раз, потому что выпила Флисбергета. В принципе, классно пересекаются с Hemnes. Еще бы ручки от Hemnes подобные поставили, было бы идеально. Давайте переразбираться, что у нас здесь. Здесь у нас кушетка Hemnes, которая является и диваном, и кроватью. Мы сами ей пользуемся, безумно довольны. Плюс внутри кушетки Hemnes, по факту, у вас целый комод из трех огромных ящиков. Верхнепотолочный арчный модуль, который позволяет сложить книги, какие-то безделушки, красоту, цветы. Здесь очень хорошее решение, корзина-обсерватор. Обсерватор, да, по 250 рублей, такого антрацитового цвета для книг, ну, которые, например, текущие для чтения. Обязательно светильник в зоне чтения, потому что нет возможности что-то поставить, места мало. Это серия Ravaro. Сюда, в принципе, по факту можно любой, главное, чтобы он крутился так, как нужно вам. Тележка Roskug, здесь она выполняет такую функцию преддиванного столика, плюс, ну, все, что там, да, сложить надо, какие-то плензики и так далее. То есть, понимаете, каждый сантиметр здесь логичен. Полки здесь взяли Bergskug с консолями Ramskug, тот очень устал. Полки у нас выполняют функцию книжных, декоративных и полок для хранения. Красивые дизайнерские коробки, либо икеевские коробки в стиль спокойно поддают такую, знаете, изюминку, и при этом все это видно, все это на виду. То есть, по факту здесь могут лежать старые ботинки, но выглядит красиво. Телевизор, тумба по ТВ Hemnes, про нее мы уже говорили, нюансы эксплуатации помним. Материал мягкий, молотком не долбим. Тоже место дополнительное для хранения. Но вот если бы сюда, например, поставили ту же Беста, это были бы просто острые углы, полностью закрытые. Вот здесь необходимо было пространство. То есть, такая мебель, вообще такое решение по хранению обязательно требует элементов легкости. Если элементов легкости нет, к сожалению, получается, оно перегруженное, оно тяжелое, и оно будет некомфортное. То есть, с учетом темной мебели, которая сужает пространство и не будет воздушности, она вас будет тупо давить. Перемещаемся дальше. Здесь у нас кресло Holzmel. Как раз оно в середине стоит, перемещайте куда хотите, но это доп-зона. Именно идет разграничение. Комод Hemnes, который по совместительству выступает столиком для макияжа. То есть, здесь у нас зеркало, зеркало кормсут, которое с двумя дополнительными крыльями. Пожалуйста, сюда сложили все, что нужно, вплоть до бижутерий, до украшений. То есть, вот именно место для таких вещей. А дальше уже в комод складываем все, что вам нужно для необходимости. Дополнительные фишки данного пространства это куча всевозможных крючочков, куда можно повесить сумочку, еще что-то. То есть, использование... Ну, на самом деле, дизайнер постаралась и было использован каждый сантиметр. Коврики не случайно разные, то есть дает разделение визуально самого пространства. Разделяет по сторонам и как будто комнату делит визуально сразу на две части. Здесь у нас пак с метровой, глубиной 58 на 2,36. Для одного человека, для базового хранения более чем достаточно. Корф из сезонной одежды, сюда коробки с обувью, какой-то там чемодан и прочее. Здесь у нас текущие вещи, то, что на плечики не кладется. Сюда все, что у нас в таком вот хранении. Так как мы говорим про даму в элегантном возрасте, чаще всего девушки уже в такой момент используют очень много всевозможных платочков, шарфиков для декорирования шеи, каких-то моментов снятия акцентов с возраста. Вот эта вешалка становится жизненно необходимой. Плюс здесь можно спокойно хранить сумки. И я не удивлена, что сюда дизайнер еще добавила. Смотрите, куда убрали утюг, спокойно закрыв это. Но здесь немножечко сборщики, когда собирали, неправильно сделали. То есть утюг должен быть поближе, чтобы он полностью закрыт занавесками. Причем, по факту, утюг можно было даже вот сюда спрятаться. Он бы не мешался и так не выглядывал. Место для поглаженных вещей. Здесь у нас полочка масленда прячется. Дим, видно? Все, Дим уже сел. Полочка масленда, что она дает здесь? Вы видели, что на самом деле масленду где только не используют. Но это место, пожалуйста, я бы сюда, кстати, даже утюг поставила небольшой, уместилась бы. То есть это место дополнительного хранения. На самом деле, вот эти все икеевские нюансы, друзья мои, позволяют вам сделать ваше пространство именно таким, какое хотите вы. Не надо полностью перелизывать интерьер. Вам будет некомфортно. Вам здесь жить. Почему мы, вот даже я так вот скажу, нас часто спрашивают, Татьяна, а почему вот именно вас клиенты любят, хотя в городе, ну извините, службы доставки открываются как грибы, закрываются и так далее. Плюс сейчас есть спокойная возможность консультирования непосредственно самой икеи. Да все просто. Мы сами живем с этой мебелью. И когда стоял уже ребром вопрос о рождении Алены в плане сроков, что нам уже рожать, а ремонт детской еще не доделан, нужно было переезжать, съедать старшего ребенка, я нашла для себя такой способ. Представьте, беременные мозги, я не знаю, какую мебель я хочу. Я стала ее рисовать. То есть я стала рисовать на полу миликом в отремонтированной комнате шкаф, где будет стоять кровать. И когда клиентом стала делиться потом этими фишками, люди обалдели. Оказывается, да, так можно, да, ребят, так можно. Не у всех, к сожалению, как у нашего дорогого Дмитрия Юрьевича огромадное пространственное воображение. Мне сложно, например, представить, как это будет выглядеть. Но я могу накидать и понять, что я хочу, а уже потом на эту рыбу наращивать. Поэтому, наверное, в чем наша уникальность, Дима? То, что мы делаем как для себя, все. И там сейчас нет народа. Я безумно хочу показать вам этот интерьер. Побежали. Друзья, мы находимся еще в одном интерьере. Тоже новосибирский дизайнер. Так получилось, что у нас сегодня два дизайнера. Евгения и Оксана, которые делали живые интерьеры для жителей. Здесь семейная пара, ребята, два человека. Был очень ограничен бюджет, что нужно было минимум просто сделать, но при этом получить классный результат. Пятнадцать с половиной квадратов. На стенах использован ламинат. Просто, Дим, когда ты три года назад делал ремонт в квартире и обшил стену ламинатом в туалете, потому что тебе было тупо лень выравнивать стены, над тобой ржали все. Сейчас в гостиницах, в каких-то дорогих отелях, где только нет. Вот, кстати, идет видео. Ну, дизайнер сам рассказывает, какая концепция данного интерьера, что он подразумевал, когда делал это. Ну, соответственно, мы поделимся той информацией, с которой вы поделились с нами и расскажем вам уже, как это в процессе эксплуатации. Кстати, ребят, чей это интерьер? Возможно, вы, наши зрители, напишите, на самом деле, было ли вам удобно. Итак, давай разбираться, что здесь. Пара из двух человек. Было обязательно требование места для хранения гитары, кресла для чтения, место для хранения книг. То есть, такая, знаете, комната для проведения времени вместе, но при этом, чтобы можно было разделиться по частям. Здесь у нас зона под ТВ, при этом, смотри, как она классно сделана. Здесь полкилак, просто полкилак, которые не загромождают пространство. Они практически по ширине телевизора, они идут вдоль стены, места не занимают, но естественную такую, да, зону делают. Очень много зелени. Понятно, зелень искусственная. Хозяйка знает, что поменяла натуральную. Дальше у нас здесь кровать. Аскволь с матрасом, если я не ошибаюсь, здесь у нас холок. Нет, здесь хэтлевик за 8500 и тумбочки мальм. Смотри, вот, конечно, единственное, что, например, не нравится мне, я затыра в этом плане. У Аскволи скошенные углы, у мальма острые, и вот это пересечение, оно немного тяжеловато. Но когда есть бюджет, и ты понимаешь, что ты из него не можешь выйти, ну, вариантов нет. Дальше настенные бра дают дополнительное освещение, комфортное, точечное, не занимая много света. Обязательно было, ну, как бы, да, требование какого-то светильника, его поставили туда, куда нужно. И вот это очень классная зона из полки с ящиками Эгби Алекс. То есть, по факту, здесь можно зону для макияжа сделать и не занимать пространство. Плюс это все сделали просто раскидав по стене дополнительную подсветку и на прищепке комфорт с магнитные зажимы наделали вот красивых фотографий и прочего, то есть, таких живых воспоминаний. Здесь у нас кресло, где можно почитать, заняться каким-то творчеством. Опять же, светильник в таком же стиле, это у нас немоны. То есть, вот именно нюансы, вот эти акценты, о чем я говорила вам. И здесь у нас шкаф факс с дверями аули и свартиздаль. Почему был выбран свартиздаль? Помещение небольшое, по факту мебель довольно-таки много и дает легкость пространства. Пакс у нас метр пятьдесят, два каркаса по семьдесят пять, глубина пятьдесят восемь. Разделение женская половина, похожий, кстати, на предыдущий интерьер, но это на самом деле логичное хранение. Так, у меня уже оператор потихоньку ходит в гирвану. И мужское отделение, кстати, кто всегда говорит, что икеевские брючницы очень дорогие. Про это всегда говорил и говорила клиентам. Сейчас говорят вместо меня менеджеры, потому что вижу как это по заказам происходит. Входят, пожалуйста, две штанги – мужские рубашки, футболки, мужские брюки. И при этом, если правильно, грамотно разделить, можно сделать так, что у вас будет одинаково и без разницы, как вешать. То есть вы можете разделить, например, рабочие рубашки, пиджаки, брюки в одно, все остальное вниз. Вверх, соответственно, для несезонного хранения. Ящик здесь уже идет под постельное белье, потому что комода в спальне нет. Дополнительно знаю, что со временем были поставлены еще ящики под кровать для обеспечения именно вот такого хранения. И двери. Пойдем покажем еще вот здесь, о чем я уже говорила. То есть икея это использует. Пожалуйста, сзади крючки, куда просто вешается икеевский халат. Кстати, у нас он стал, у нас точно такие же халаты есть, очень жесткими. То ли это вода, но не знаю, все остальные вещи мягкие, именно этот халат дубой. Так, ну что, дальше, ребят, снимать, скажу сразу, смысла нет. Народу в магазине тьма тьмущая. Ну и интерьеры схожести есть. Да, а вот именно таких больше дизайнерских интерьеров, скажем так, живых, очеловеченных с людьми с историей, пока больше нет. Я очень надеюсь, что они у нас потихоньку будут появляться в Нижнем Новгороде, потому что на самом деле это очень ценно, когда ты понимаешь, что это делалось не потому, что дизайнер захотел так поставить, а это делалось потому, что так удобно. И человек уже живет в этом пространстве, ни обо что не спотыкает. Так, вы помните, да, что у нас для жителей города Новосибирска, либо гостей Новосибирска, есть приятность, которую, если вы пропустили, вернитесь в середину видео. Там она есть, выполните условия и заберите свой подарок. Нужно нам обратно написать, и мы вам сразу передадим подарок от нас, от ProIKEA в центр на улицу Ленина. Адрес говорить не буду, будут индивидуально в личку каждому. А ваши неугомонные просины полетели дальше, ждите от нас влогов, от нас путешествий, потому что, ну, на самом деле, на правах рекламы в Siberian Wellness мечты не только сбываются, но и реализуются. И я думаю, что с компанией мы проедем еще ни один город, ни одну страну. И осуществится наша заветная мечта – посетить все IKEA мира. Мы это сможем делать только с помощью Siberian Wellness, потому что, на самом деле, если бы мы делали это полностью все за свой счет, перелив от проживания, съемки, сорян, ребята, такого дохода от YouTube-канала, плюс от службы доставки просто нет. То есть мы бы не приехали. То есть если бы мы год назад занимались только IKEA и только YouTube, мы бы, по крайней мере, на данный момент, мы бы к вам не смогли приехать. Потому что только один перелет эконом-классом из Саранского в Новосибирск выходит 40 тысяч. Аж папа присел. Аж папа присел. То есть посчитай, сколько нам компания оплатила. Пять дней проживания в гостинице – это 20 тысяч, плюс питание, плюс все подарки. То есть конкретно на нас с тобой компания больше сотки потратила, чтобы мы приехали своими глазами, посмотрели на производство. Чтобы мы приехали и смогли принять участие в экологической акции в посадке деревьев. Все. Всех любим. Улетели! Всех любим. Улетели! Пока! Продолжение следует...